Всем привет! Сегодня я вам покажу новый скрипт для BladeBall. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits. И скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать, как получить на него ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Далее, после того, как скачали чит в поиске, пишем BladeBall, нажимаем поиск. И, как видите, на данный режим очень много скриптов. По-моему, даже вторая страница с скриптами есть. Давайте посмотрим. Ну, тут всего лишь один скрипт. Короче, какой вам больше всего скрипт нравится, можете его использовать. Но сегодня в видео буду показывать первую по счету. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, чит вставляем в скрипт, далее нажимаем кнопочку Inject и ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, инжект прошел. Как видите, у меня открылась дополнительная вкладка в браузере. Мы ее закрываем, чтобы она не мешала. Возвращаемся обратно. И нажимаем кнопочку Exclude. Ждем, пока загрузится сам чит. Так, самое главное, мне сейчас не откинуться здесь. Так, ну пока на меня этот мячик вроде не отправляют. Это хорошо. Дальше заходим в Main и первую функцию сразу же включаем AfterPerry. То есть Автопарирование. Все включили. Отлично. Показывать буду в основном вот эти функции, которые находятся в Main, потому что в Universal там такие себе функции, почему-то сейчас в Автопаре не сработало. Придется ждать следующий раунд. Окей. Ладно, давайте по Universal быстренько пробежимся. Здесь, в принципе, самые стандартные функции. Это скорость, прыжок, полет, noclip, swim, x-ray. В принципе, я думаю, вам это все знакомо. Кто особо в этом не хочет разбираться и не знает, что это такое, в принципе, оно здесь вам особо и не нужно. Так, возвращаемся в Main. Значит, смотрите, Автопаре включаем. Это первая функция Автопарирование. Также есть функция ТППР. То есть, получается два вида, как вы можете отбивать вот этот шарик либо мячик. Автоматически это вы будете его отбивать стоя на месте. Если вы включите ТППР, то когда к вам будет лететь мячик, вы на него будете ТПХЦ и его отбивать. То есть, какой вам больше фарм нравится, то можете использовать. Дальше, Look at Ball. Это получается следить за мячом. То есть, мы нажимаем эту функцию. И куда мяч летит, в какую сторону, мы за ним будем следить. Так, отлично. А дальше, Спам Пэри. Это, не знаю, что эта точно функция делает. Но, как я понимаю, она, по идее, должна быстро отбивать мячик. Или как-то спамить им. Я не проверял, так что точно не знаю. А дальше, ТПТу Спавн. Это получается, можно телепортироваться на Спавн. Как я понимаю. Да, как видите, я ТПХНУЛСЯ. Так, давайте заново Автопаре включим. И давайте включим Look at Ball. Так, мы сейчас следим за мячом. Так, он на меня летит, отобьет. Нет, скрипт. Все, скрипт отбил. Как видите, эта функция работает. Так, давайте быстренько по следующим функциям пробежимся. Фейк платформа. Это какая-то фейковая платформа должна заспауниться. Да, как видите, меня на несколько секунд подкинуло воздух. И я опять приземлился. И так, получается, будет бесконечно длиться. Это, походу, то ли прыжок, то ли еще что-то. Короче, непонятно. Так, а почему мячик завис? Вот это непонятно. Так, он на меня опять летит. Ну-ка. Все, отбил. Отлично. Так, идем дальше. Автофарм. Не знаю, за что эта функция отвечает. В принципе, кто хочет, можете проверить. Я думаю, она не прям сильно что-то поменяет в игре. И, типа, туда будет вообще лететь мячик. Дальше, main. Это первая функция disable dead restriction. Это, получается, отключить смерть. Получается, вы либо ее видеть не будете, либо еще что-то. Дальше можно одеть ability. То есть, если у вас есть какие-то другие ability, вы можете их одеть и автоматически их использовать. То есть, помимо этого, когда вы включили автопэри и look at ball, вы можете еще включить auto-eq ability. То есть, она будет автоматически одеваться и, вроде бы как, должна тоже автоматически работать. А вот у меня сейчас ability стоит. По идее, оно должно ускорять мячик. Чтобы он быстрее летел. Вроде бы как. А дальше, misc это такие себе функции. Эмоции можете включить. Потом break ball. Это, не знаю, как точно переводится. Потом вы можете в лобби еще что-то сделать с ним. Так, почему-то сейчас на некоторое время завис этот мячик. Ну, непонятно почему. Так, ладно, пусть они там файтятся. Так, все, мы, получается, один на один остались. И давайте посмотрим, смогу я победить его или нет. Потому что, короче, есть прям офигенные скрипты. Вот это, конечно, как видите, не офигенный. То есть, все-таки скрипты между собой, как или иначе, они отличаются. Есть, которые круче работают. Есть, которые хуже. Как видите, вот этот скрипт немножко хуже работает. Потому что я в поединке один на один сейчас проиграл. А был бы у меня другой скрипт, я бы мог выиграть. То есть, они еще иногда могут плохо срабатывать эти функции. То есть, как повезет. Последняя оставшаяся функция это crates. Не знаю, что это точно такое. В принципе, это тоже такие себе функции. Если здесь находится вебхук. А вебхук нужен для того, чтобы перезайти на другой сервер. Естественно, оставшиеся функции, я думаю, с ним и связаны тоже. Ладно, в принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился данный скрипт, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока.